Китай на коне, а Эрдоган оказался под этим конем, хотя мог бы очень здорово парировать те вещи, которые устраивает Китай, просто устроив рок-н-ролл в Иране. Иран, на самом деле, сейчас ключевая точка, и вот американцы жуют сопли, им там рассказывают, иранцы там передают, как сейчас вот некоторые агентства считают, что Иран там кулачком и помахал, сказал, если вы там что-то будете быковать, мы вам там такое устроим. Они устроят в любом случае, даже если американцы не будут быковать, это нужно понимать. Поэтому жизненно необходим для США, для Израиля, для Европы, и прежде всего для России это уничтожение той власти мужиков в шапках, которая сейчас есть в Иране. И если этого не будет, то проблемы у всего мира будут грандиозные, и проблемы будут организовывать не мужики в шапках, а Китай, руками вот этих своих марионеток. И когда рассказывают какие-то там в Лумберге и прочее, что Китаю невыгодно, чтобы там хуситы на кого-то нападали и прочее, если бы это было невыгодно Китаю, и что Китай попросил у Ирана, чтобы они их обуздали, это же просто смешно. Китай ничего не просит, Китай манипулирует, Китай раздает команды, он управляет уже абсолютно открыто. И если бы не было выгодно нападение хуситов на корабли, то его бы никогда не было, этого нападения. Оно очень выгодно. 90% лихтерного флота принадлежит Китаю. Китай попросил 2000 за контейнер долларов, чтобы везти через Суэцкий канал. Сейчас нужно везти в обход через Африку. И это уже 6000 долларов, понимаете? То есть 6000 долларов, всего-навсего увеличив пробег на две недели, да это просто обхохочется. То есть китайские порты, все африканские порты принадлежат Китаю. Весь лихтерный флот лихтеровозов принадлежит Китаю. И можно как угодно манипулировать еще и, так скажем, этими хуситами. Конечно, им это супер выгодно. Поэтому сейчас... Но нужно понимать, Китай не ищет материальную выгоду. Китай находится в новой общественно-экономической формации. Это формация киберализма, а не капитализма. И принцип постоянной прибыли. Товар, деньги, товар в этом обществе уже не работает. Это общество будущего. Это другое общество. И другая общественно-экономическая формация. И поэтому, когда пытаются... Особенно мне нравилось, в 2015-2016 году всякие аналитики рассказывали, что Китай никогда не будет против Америки залупаться, потому что они получают какую-то бешеную прибыль, и так они довольны этой прибылью. Ну, посмотрите сами, какая прибыль. Они прикрыли полностью майнинг криптовалюты, запретили криптовалюты. Они получали десятки и сотни миллиардов долларов с криптовалюты. Они послали всех нафиг. Почему? Потому что им нужна управляемая ситуация. И они не готовы получать прибыль на том, что их разорвет. Ему Сан Цзиньпин прекрасно знает историческую фразу Ленина, да и постоянно ее повторял, насколько нам известно, относительно американцев, когда им говорили, что ты там с ними обнимаешься и так далее. Он говорил фразу Ленину, что капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их и повесим. Так и случилось. Капиталисты продали Китаю веревку, сейчас Китай благополучно их на этой веревке вешает. Вячеслав Вячеславович, а по поводу Китая и Российской Федерации, газопровода «Сила Сибири-2», который должен был соединить российские газовые месторождения с Китаем, это строительство сильно задерживается? Как реагирует Китай? Чем может обернуться для Путина «Сила Сибири-2»? Да ничем не может обернуться. Он же строит за свои деньги Путин, как и «Сила Сибири-1». Подписали договора, Путин должен что-то построить. Китайцы много договоров подписали. Если вы возьмете договор о концессии 2008 года, который был потом в 2009 подписан заново, потом был в 2014 переписан до 2018 года, а потом пролонгирован до 1948, и вы не найдете его сейчас на сайте правительства. Если раньше, до 2014 года он был на сайте правительства, то вот когда он был на сайте правительства, там было огромное количество объектов, которые должны быть построены. И это и магистрали скоростные, и автодорожные магистрали, и железнодорожные. И это 11 мостов крупных. И что только там не должно было быть построено. И аэродром, аэропорт в Забайкальске. То есть Забайкальск – это город, где 11 тысяч жителей, а аэропорт там размером с Хитроу должен был быть. То есть представляете, для кого 11 тысяч проживать. Понятно, что для китайцев. И вот ничего не получилось, потому что концепция сильно изменилась с приходом Сен-Дзенпина. Ну а зачем ему что-то делать, если они рассчитывают получить это так? Но в результате определенных действий то, что будет построено, может быть разрушено. Сейчас они просто забирают по халяве сырье и в очень большом количестве. И смотрят, что будет дальше. А дальше они рассматривают Россию как свой законный приз. Причем всю территорию России. Некоторые такие аналитики досужие, диванные, они рассказывают о том, что Китай хочет получить Россию там по Уралу. Но это смешно. Особенно зная китайские стратегемы, 36 стратегем, которые прекрасно знают все китайцы и любитель китайской оперы Си Цзиньфин, тем более это прекрасно знает. И, кстати, пользуются всеми этими методами. Всегда мы знаем, особенно при переговорах, что он будет, в какой маске он будет петь, в красной, в белой и так далее. То есть это полностью соответствует китайской опере. И он в этом отношении молодец. То есть он ничего нового не выдумывает. Берет книжку «Трое царствие» и делает все по книге. Как я помню, один мальчик в моем классе говорил девочкам, возьмем книгу и будем делать все по книге. Ну, имею в виду Камасутру. Так вот, этот товарищ Си Цзиньпин, он тоже берет книгу, только не Камасутру, а «Трое царствие» и делает все по книге. И по этой, собственно, книге, и по всем этим стратегемам. Я, честно говоря, забыл. О чем говорил? О чем говорил? Довторили о газопроводе силы Сибири. Да, да, да. Я говорил, что если ты можешь получить все, основная стратегия, не надо ограничиваться частью. Ну, нафига часть, когда можно получить все. Поэтому их сильно не беспокоит. Ни газопровод силы Сибири-2. Да там сейчас и с Туркменией им газ качают, и Иран качает газ. Кто хотите, им будет накачать сколько хотите. Ах, их интересует Россия, территория России. И ни в коем случае они не хотят Путина как-то приподнимать, давать ему что-то такое, что может его усилить. Обратите внимание, они готовы дать автомобили для граждан, но не готовы дать технологии, новые технологии военные. Они могут дать команду Ким Чен Ыну присылать снаряды, там какие-то ракеты корейские и так далее. Но они сами не готовы давать беспилотники, коих у них вообще вилами можно грузить. Сейчас в Китае, в китайской армии проходит очень массовая замена старой техники, как они считают, устаревшей, в том числе беспилотников на новые. Об этом мало кто знает и мало кто говорит, но те беспилотники, которые были в 2010-2015 году, сейчас их уже нет, они их уже все катапультировали. И сейчас абсолютно новейшие системы, новейшие технологии, большинство из которых секретны. И если Китай сейчас что-то продает, то это вот старые игрушки он продает. Кстати, там сейчас идет активно конверсия, то есть старые военные системы продают гражданским. То есть многие дроны, которые имели военное назначение, теперь продаются как сельскохозяйственные, активно покупают Австралию, например. Очень хорошо все получается. Так что в Китае ничего не пропадает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok